Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Эпоха Магии. Ну что же, поехали, ребята. Светлая кампания. У нас пятая глава. На месте некогда цветущего городка Миденбурга оказываются дымящиеся руины, среди которых копошатся демоны. Возможные противники. Какие-то, ребята, демоны, действительно. Ну, давайте посмотрим, кто, как говорится, кого. Ну, естественно, ребята, я. Вау, картинка прикольная, да, ребята? Стоит, и там действительно какой-то демон выходит. Так, ну, явись. Миденбург пылает. Не могу в это поверить. Это не простой огонь. В городе бушует багровое пламя бездны. Призывай свою магию, Роланд. Демоны все еще здесь. Демоны? Тьма и огонь. Так вот, о ком говорили кобальды. Смотрите, ребята, на заднем плане. Демон. Тебе много силы, маг. Мы заберем ее себе. А вот здесь я бы поспорил бы, наверное, маленечко. Так. Да успокойся ты уже. Не понял, вы что, припухли тут, что ли, по 10 раз ходить? На тебе вам прожарку. До хрустящей корочки. Ребята, у них что, двойная атака? Я что-то не могу понять. Минус один. Замечательно. Так, у нас здесь один раунд будет. Хорошо. Один раунд, я думаю, что мы вполне с вами осилим. На! Слушайте, у мага, да, коса прикольная такая, длиннющая. Отрастил себе. Так, ну что, один демон остался, и мы его вырубаем, ребята. Так, естественно, ребята, победа. Отличненько. И мы с вами идем далее. По идее, должна быть шестая глава, и там уже посмотрим. Наверное, мы куда-то идем к логову или к замку, не знаю. Да-да-да, давай три звезды, не жмочься. А мы с вами переходим на главу 6. Разоренные Миденбург наводнили демоны. Без боя героям не вырваться из этой огненной ловушки. Так, я, конечно, вот это понимаю, что вот это демоны. А вот это кто? Эльфы крови, как обычно, да? Хорошо. Выбрать героя. Ребят, естественно, мы выбрали двоих. Воу, тут у нас будут, оказывается, еще и гномы. Отличненько. Игра, конечно, сделана, ребята, на уровне. Тут ничего не могу сказать плохого. В городе не осталось никого, кроме демонов. Пора и нам выбираться. В огне брода нет, друг мой. Нам придется прорваться с боем. Свет и честь. Ох ты, это что еще за джин тут такой демонический? Так, 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 тихо. Он мне понизил атаку, по-моему, да, ребята? Сила и ловкость, интеллект снижены. Действительно, так оно и есть. Знаете что, я, наверное, сделаю, ребята, провокацию. Хорошо. Пускай он пока будет на себя отвлекать удары. Вот этот мне не нравится. Что я сделал? А, он на обоих вешается? А, ну это хорошо, ребята. Я думал, что защита только на нас. Нет, все отлично. Погоди-ка, я же вроде... Что, у него всего на один ход таунт вешается? Странно. Вот-вот, давайте. Так, бомбанули. Замечательно. Фига его осколками прошило. Демоны, успокойтесь, пожалуйста, а. Пожалуйста, я по-хорошему пока прошу. Кого-то они мне напоминают. Знаете кого? В думе наподобие таких же были демоны. Да-да-да, точно. На, получил. Так, давай-ка этого... Опа. Слушай, ну, воин, ну ты должен, блин, физухой так бомбить. У меня маг в разы, в разы сильнее, чем воин. Как это можно понимать? Я не знаю, ребят. Так, раунд второй начинается. Еще, демон. Прикрой меня, Роланд. Ничего не различить в этом дыму. Ты уверен, что это враг? Не время для раздумий. Свет и честь. Так, ребята. Это какой-то, я бы даже сказал, самурай. Да, может быть, это действительно не враг. О-о-о-о-о-о-о-о. Ничего. Чего? Ты че сделал, эй? Если ты сейчас еще раз, разок так вытворишь, боюсь, мои персонажи тут не выживут. Я хочу такого героя, ребята. Мы получим сейчас либо карточку от него, либо полностью этот персонаж перейдет к нам. Обязательно сейчас посмотрим, ребята. Ой-ой-ой, как он крут. Как он крут. А ну-ка. А сколько максимум можно персонажей с собой интересного отряда брать? Да, ребята, 10 карточек мы получаем у этого персонажа. И получаем с вами уровень пятый. Вообще шикарно. Блин, какие тут все-таки заставки красивые. Блин, прям как фотообои, е-мое. Че я говорю, какие фотообои? Хе-хе-хе. Воу, новый герой, ребят. Ну ладно, начинается вот эта вот ересь ожидания от сервера. Так, активируем. И Тонеда это у нас. Эльфы, боец ближнего боя. Но я же говорил, ребят, что это эльф. Я, честно говоря, думал, что это вражеский эльф. Нет, все-таки это наш. Наш герой. Продолжить. Тонеда. Так, воспользуйтесь. Да ладно. Нет, 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 нет. Этим мы заниматься не будем. Только один раз. Да, понятное дело, что только один раз. Все, закрываем. Ну что же, я так понимаю, мы с вами переходим на главу 7. Обозленные кобальды собирают большой отряд и устраивают засаду на дороге к твердыне лорда. Ну тут действительно их очень много. Так, ребята, давайте начнем битву. И, конечно же, я хочу взять вот этого вот эльфа к себе. Тонеда. Слушайте, подождите, ребят, секунду. А мы же можем перед боем как-то его приодеть, малька. Так, герои. Давайте зайдем и посмотрим. Конечно, можем. Естественно, ребята. Давайте сразу клинок оденем. Также мы можем... Так, амулет. И что у нас здесь? Банка с глазами. Хорошо. А тренировать? Вот так вот. Маленько, конечно. Ну ладно, пускай хотя бы так будет, ребята. Так, он у нас третьего уровня. И у него, смотрите. Удар катаной совершает 3 смертельных атаки подряд. И особо это наносит 7 скрушительных ударов одновременно. Красава, что я могу сказать, ребята. Ну что же. Теперь, я думаю, что можно, в принципе, смело... Подождите, у нас здесь еще задание выполнено или нет? Так, вот это вот означает задание. Ничего взять не можем, забрать, нет? Можем, можем собрать, ребята. Опыт. Так, и здесь опыт и деньги. Вау, шестой уровень получили. Замечательно. Ну, а теперь, естественно, ребята, отправляемся в компанию. Компания у нас будет состоять из 450 глав. Я так понял. Или уровней. Может быть, там, конечно, будут повторяться потом по уровню сложности. Видите, у нас идет нормальный. Потом может быть сложный. Потом эпический. Потом легендарный уровень сложности. Ну, как-то так. В общем, давайте воевать со злыми кобальдами. Кстати, у меня маг 9 уровня. Таунт. Танк у меня 5. А эльф всего лишь 3. Непорядочек, ребята. Но чем больше у нас, ребята, героев, тем лучше для нас. Да что за фигня-то с подключением-то? Я не могу понять. Мы не ожидали встретить выживших в захваченном демонами городе. В пылу битвы мои глаза застилает ярость. И я приношу свои извинения, благородный Танеда. И я рад, что мог обрести достойных союзников в борьбе с демонами. А остальное не важно. Вот вы где, убийцы кобальдов. Вперед, дети червя. Вперед, отомстим нашим врагам. Хе, дети червя. Ну что ж, давай посмотрим, из чего ты сделан. Слушайте, ну, несмотря на это, ребята, все равно он неплохо у меня дерется. Конечно, не сравнится с Рональдом, но... Что? Ну, естественно, ребята, понижает нам все характеристики. Как же без этого? А давай вот этот удар посмотрим. Ого. Неплохо. Да, этого парнишку придется, ребята, видимо, защищать. У нас тут будет три раунда. Три раунда. Это только лишь первый. И бьют они довольно... Сильно, если честно. Так, ну-ка давай посмотрим вот этот вот. Вау! Вот это я понимаю удар. Ха-ха-ха. Вот это круто. Так, их еще больше стало. Давайте вот это сделаем. На всех. А, только на двоих? Ясно. Опачки. Бум. Так, ну что же. Что ты, что ты, что ты делаешь там? Ага, усиливают все параметры, ребята. Сто пудняк. А нам, как всегда, занижают. Отхил? Нифига ты подхилял-то. Всех полностью восстановил. Это непростительно. За это надо лишаться жизни, ребята. Ну-ну, конечно, конечно. Не пробьете, говнюки. Ты смотри. Хотят завалить у меня эльфа. Хотят, ребята, завалить моего эльфика. На. Что-то надо сделать, ребят. Давай так попробуем. Готов. Так, хорошо. О, мы сделаем с вами вот так вот. Провокацию. Добиваем. Да нет, не добили, ребятушки. Пока еще не добили. А вот теперь, бум, готов. И у нас тут шаманка. Кобальтовская, да? Да-да, именно она, ребят. Ну-ка, таунт. Бум. Слушайте, ну сейчас уже хорошо он начал драться. Так что нормуль. И последний у нас третий раунд. Давай только без потери связи, пожалуйста. Ну что, поехали. Блин, буквально вчера, ребят, играл. Никаких потерь связи, ничего. Все четко. Сегодня начинается вот это выкаблучивание. Так. Слушай, наверное, надо было вот этого вот мне. А мы его сейчас, знаете как, вот так, ребята. Хоба-хоба. Оу. Крепкий малый. Вот что я вам скажу. Так. Нифига вы там на него наклепались. Что это такое? Усилили атаку. Усилили защиту ему. Плюс еще отхил, да? Ну, естественно, регенерация, ребята. Но я думаю, что она ему не понадобится. Хе-хе. Ну, а этого сосунка, ребят, мы уже элементарно разберем. Ммм. Давай вот так вот сделаем. Бум. Танкуля. Нет, не добил, к сожалению. Все, ему хана, ребят. Что он тут пускай что не делает? Все равно ему крышка. Отличненько. Ну что, с кобальдами, как видите, мы разобрались. Ага. Слушайте, потихоньку-потихоньку мы карточки собираем Романда. И я так понимаю, что дальше будет просто жесть. Нам в любом случае придется этих ребят поднимать по уровню. Так. Три звезды, естественно, ребята. Ну да, видите, тут есть нормальный уровень сложности и есть героический. Так, глава 8. Кобальды и демоны окружили болотную ведьму. Непонятно, атакуют они колдунью или поклоняются ей. Ребята, это же герой. Помните, только что сейчас была картинка именно с ней. Поэтому я думаю, что мы ее сейчас будем освобождать. И, как я понимаю, здесь может быть еще два героя, которых мы можем свободно искать. И герой друга. То есть, как-то мы можем, я понимаю, так, заводить друзей и брать их с собой. Что-то в этом роде. Наверное, я предполагаю. Короче, думаю, что будет еще, ребята, у нас ведьма. И будет еще гном. Но это мои предположения. Со времен катаклизма... Со времен катаклизма осколком правит лорд. Твердыня находится на востоке. И я надеюсь, что там знают о судьбе жители моей деревни. Воу. Тифига. Так, так, так. Кто тут у нас? Кобальт-переросток в сопровождении оборванцев? Милостыни не подают. Даже не надейтесь. Как ты смеешь оскорблять моих спутников, ведьма? Извини, Силья, научу тебя хорошим манерам. Ой, боюсь, боюсь. Эй, маг. А что это за посох у тебя в руках? Дашь посмотреть? А, впрочем, что я тебе спрашиваю? Да, действительно. Что я тебе спрашиваю? Я просто его сейчас заберу и да и все. Ну, естественно, ребята, ничегошеньки она у нас не получит. Отлично. Давайте. Ребят, надо все время стоять в провокации. Я просто боюсь за атаки, потому что его завалят. И ничего он у нас не успеет. Так. Низеримый щит стоит? Нет, я думаю, что не стоит. Оу. Я уже думал, заснул у меня вояка-то мой. Так. Почему он бьет, если здесь стоит провокация? Я не понимаю, как он так может игнорировать. Так. Раунд два. Опять эти демоны. Давай-ка. Вот так. Отличненько. Давай-ка магией. Ох, хорошо-то как. Так. Подожди, подожди. Не надо хрюкать. Добиваем. Мне нравится этими осколками. Просто пронзает его и он погибает. Так. Нет, добить мы пока не сможем. Можно, ребята, также поставить на автобой, как вы видите. Можно также изменять здесь скорость боя. В общем, все как полагается. Но пока я не наслажусь вот этими вот прелестями, никаких, ребята, автобоев не будет. Нет, автобои будут, когда мы будем, например, повторки проходить или еще что-нибудь в этом роде. Или когда я, по крайней мере, буду уверен в своем отряде, что он у меня непобедим. Так, а вот и ведьма. Неужели она против нас? И при чем она с этими кобальнами? Не знаю, ребята. Давай проверим. Недоступно. Ребята, я не могу ее атаковать. А почему? Тихо, это что такое ты делаешь? Тихо, 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 тихонько. Не надо. Это что ты повесил там на меня? Пропуск несколько ходов. Шанс уклонения снижен. И может атаковать только определенного персонажа. Зашибись. Так, ладно, хорошо. Я этого кобальда, ребята, сейчас... Нет, возьмем таунта, поставим себе провокацию. Что ты делаешь? Я могу... Не могу атаковать, ребята, почему-то ее. Неужели этого кобальда нужно завалить для того, чтобы... Потом приступить к этой ведьме? Так. Замечательно. Что ты делаешь? Ты посмотри, ребята. Что у нее там? В арсенале только нету их. Воу, могу теперь. Ну-ка. Ага. Хорошо-то как. Нет, я думаю, что ей не справится с нами, ребята. Ну, сделана очень красивая эта ведьмишка. Упала. Ну, что ты теперь-то скажешь, роднуля моя? Я думаю, сейчас скажет... Ой, простите. Да, ребята, 10 карточек. Я думаю, что этот персонаж сейчас перейдет к нам. Ого. Эпичная картинка. Дракон. И тут, смотрите, воин какой-то идет. Ну что же, новый герой, ребята, естественно, активировать. Еще спрашивают. Классно. Кто это? Белара. Блин, вообще отлично сделано, ребят. Мне нравится. Так, продолжите. Это у нас Варвар Маг. Нет, не будем ничего. Я понимаю, конечно, что они дают нам возможность улучшить сразу персонажа, типа, за деньги. Но... Сами прекрасно понимаете, зачем это нужно. Это у нас только акт первый. Тут еще, е-мое, сколько этих актов будет. Так, секунду. Секунду. Нет, ребята, не так, не так. Конечно же, что это я делаю? Нам же в обязательном порядке нужно улучшить своих персонажей. Естественно, это в первую очередь делается. Замечательно. Давайте теперь... А, интересно, я могу, наверное, всего лишь трех персонажей с собой брать. И вот теперь у меня небольшая, ребята, дилемма получается. Я хочу и того, и того, и того. И кого лучше, я даже не знаю. Но так как у меня главный персонаж все-таки маг, думаю, что двух магов нам не нужно. Хотя, кто его знает. Может быть, два мага это такая сила. Но мне пока... А так у нас получается два воина. Да, два воина. Но, по крайней мере, Рогар у меня пятого уровня. Белара четвертого. А тут еще персонажей будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, еще сколько раз придется нам сделать выбор. По поводу того, кого нам с собой взять или не взять. Мы даже можем демонов набрать, смотрите-ка. В отряд потом, в дальнейшем. Гномы. Воинов очень много всяких. Животные какие-то. Да. Ха. А, пупеть. Откроется на восемнадцатом уровне. Два темных героя. Ну что же, а мы с вами тогда продолжаем. Конечно же. Погоди-ка секунду. А что, Кобальт, бесплатно? Это что нужно нам сделать? А, вот так вот. Хе-хе. А, получить девятый уровень, ребята. Ну... Что я вам могу сказать? Осталось совсем ничего. Я уже шестого уровня. Так. Давайте-ка сюда. Глава девятая. Твердыня лорда. Твердыня. Твердыня лорда неприветливо встречает путников. Натиском бездны. Этот осколок был просто дырой. А стал дырой, кишащий демонами. Хорошо, что я нашла таких предтоварищей, как вы. Которые могут меня защитить. Благодаря Роланда за разрешение сопровождать нас и... Кто смеет тревожить привратника? Всех порублю. Это что, босс? Привратник, ты кто такой? Ты кто такой? Оп. Ой-ой-ой-ой. Этот привратник крепкий малый, ребята. Так, что ты у нас делаешь? Ужас пущий. Заставляет выбранного противника пропустить один ход и снижает его уклонение на 15% в течение хода. Я думаю, что вот это вот... Вот так вот. Оу, тихо, 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 тихо. Не надо буять, ребята. Не надо. Фига, вы крепкие. Так. Да ладно, что ж такие вы сильные-то? Ой-ой-ой. У нас есть какой-нибудь хил? Замедляет цель на 20% и снижает ее базовые характеристики на 20%. Это понятно. А вот это что у нас такое? Выстрел болотным лучом. Заставляет сработать метку класса маг. Шиш, его знает. Давай попробуем, посмотрим. Да. Попробуем вот так сделать. Надо провока... Ой-ой-ой. Надо провокацию, ребята, вешать. Слушай, достал мне вот этот маг, если честно. Надо его порубить. Да и вот этот меня очень сильно смущает. Если он сейчас сделает ход, я боюсь, будет очень больно. Ой, надо было не это сделать. Надо было не это сделать. Так, тихо. Тихо, тихо. Опа! Охереть! Охренеть, ребята. Вот это ударил он, а? Вот это он вжикнул, блин. Так, надо хотя бы одного, ребята. Да ладно, еще давайте таун-то мне положите. О-хо-хо-хо-хо. Кажется, ребята, здесь не все так будет просто, как я хотел, как я думал. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Совсем не просто будет. Черт бы их побрал, а? Видимо, нам придется, ребята, подкачаться или потренироваться. Я даже не знаю. Вот это он бомбит, а. Вот это он бомбит. Ха-хо-хо-хо-хо. Пришли, называется, блин. Обалдеет, ребята. Ну, вы прекрасно поняли, да, что здесь мы проиграли. Так, сражайтесь с компанией и получайте награды. Я понял. Будем сейчас что-то с вами думать. Вот что-то... А, в принципе, есть у меня одна идея, ребята. Сделать ускоренные бои, может быть, за счет этого мы хотя бы немножко... Что такое? Да не надо мне пока, милашка-целитель. Ну, милашка-целитель, это, конечно, было бы хорошо. Сражайтесь в уже завершенных битвах. Вот я, в принципе, сейчас это и хотел. Вот здесь у нас, ребята, моментально... Давайте сделаем сколько у нас? 16 сфер есть. Очень мало энергии, да? Давайте вот так вот попробуем. Так. Отлично. Мы получаем с вами восьмой уровень уже. Так, и что же, ну, я не знаю, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, может быть, еще разочек попробуем. Сколько? Ну, давай вот так вот попробуем. Ага, хорошо. Вот, ребята, девятый уровень мы с вами получили. А значит, мы должны получить бесплатно, по-моему, двух каких-то там кобальдов. Да. Вот они. Осколки Тарака. Активировать. Тарак. Кобальт-стрелок. Угу. Понятно. А второго вы мне дадите или нет? Или это и... Так, путь света. Конечно же, собираем. Десятый уровень, ребята, получаем. Долина сокровищ разблокирована. Ого. А вот это уже интересно. Забирай подарки в магазине каждые два часа, но не более пяти раз в день. Спасибо. Внимательно следи за таймером и собирай подарки в срок. Подарок. Возможные содержимые. Давай, получим. Что тут у нас? Прекрасная награда. Оу. Меньше зелья. Это, ребята, у нас на опыт, насколько я помню. То есть пять раз в день я могу, ребят, собрать подарочки. Долина сокровищ хранит немало тайны и ценных наград. Вершитель, ты готов отправиться на их поиск? Думаю, что готов. По крайней мере, в любом случае мне нужно как-то развиваться, качаться. Запретная долина. Для путешествия тебе потребуется особая энергия долины, которая, как и энергия компании, восстанавливается со временем. Я понял, у нас 70 энергии, за бой требует 8. Ты можешь добавить любых героев в отряд, и героев тьмы, и героев света. Ах, вот оно как. То есть есть определенные, ребята, задания, где я не смогу, по ходу дела, взять героев тьмы, да? А только героев света. А здесь можно всех выбирать. Но вот то, что тарак у меня первого уровня. А почему тарак мне только достался? Там же вроде бы двух давать должны. Ладно, ребят, давайте посмотрим, что у нас здесь такое. А потом уже дальше будем с вами разбираться. Оу. Так, это мы где с вами? Руины какие-то. Что-то такое впечатление, что здесь будут какие-нибудь големы. Оу. Что такое случилось, родной ты мой? Ты медитируешь или что? Телепортация оборвалась на середине. Интересно, куда мы попали? Убирайтесь, глупцы. Вам здесь не место. Нифига тут. Он маг такой. Библиотекарь. Ну, очень гостеприимно, дедуля. Подскажи дорогу, и мы уберемся из этой дыры. Раунд один из трех. Дедуля будет, я так понимаю, нас ожидать в конце этого боя. Давай попробуем так. Бум. Так, ребята, а эти враги... Хо-хо-хо. Не слабые, судя по тому, как он звезданул. Надо вот это ставить, ребята. В обязательном. Да почему же ты... Не понимаю немножко, ребята, я... Системы распределения вот этой защиты... Рандомно, что ли, получается, да ведь? Так, таунт, надеюсь, ты у меня выстоишь. Опачки, уклонение, ребята, он сделал. Так, ну что ж, давай вот так вот сделаем. Я не понял, а почему на него-то все? Я же вот на этого хотел. А, недоступно. Да ну нафиг, что за бред-то? О-о-о, ребят, вы... Так, погоди секунду, я не могу понять, почему я не могу вот этого-то уничтожить? Уничтожить. Ребят, вы сейчас только что все прекрасно видели. Что сейчас произошло? Как, интересно, так за два хода они уничтожили? Они... Или я такой слабенький здесь, или... Это уровень действительно на испытания. Как я это не пойму. Хорошо, это мы только, ребята, с первой волной деремся. А их будет три здесь. Так, ладно, Кобальд еще как-то у меня там стоит, выдерживает. Хотя он первого уровня, не, я ума не приложу. Еще будет впереди маг. Уклонение, да, значит, у него? Опс, все, Кобальда выделывался, ребята. Ладно, вторая волна, ребята, у нас на подходе. Я не знаю, что у нас... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да ну-ка нафиг. Что-что-что-что-что-что-что-что ты? Тут даже вот так вот есть, ребят. Тут даже есть массовые атаки. Я имею в виду у демонов. У нас-то понятно есть, у таун-то. Ай. Без хила, ребята, очень проблематично здесь мне драться. Мне... Что тут? А, провокацию. Мне обязательно нужен хил. Пока у меня все боевые. Так. Попробуем. Да, магия, конечно, отнимает очень мало. Здоровью врагов. Давай так сделаем. Черт, они, ребята, постоянно меняют таунтов. То этот, то этот. По очереди, короче, решили. Плюс у него регенерация, да? Ой-ой-ой. Я боюсь, мы здесь, ребят, с вами не пройдем. Надо будет что-то еще тогда думать, ребята. Надо как-то... Или укрепляться, или усиляться. Что-то одно из двух. Ну, все, ребята, впереди будет. Все впереди. Мы обязательно с вами разберемся. Сейчас это был пробный, ребята, заход у меня. Потому что, ну, сказали зайти, я и зашел. Ну, и как видите, отгреб. Причем довольно нехило. Этого демона, возможно, мы победим. А вот с остальными, даже вот с этим, наверное, мы уже не справимся. Да, скорее всего, так оно и будет. А что ты? Почему ты этого-то не стал атаковать? Я никак не могу... Воу-воу-воу-воу-воу. Ладно, этого Ханорика мы добьем. Ну, а здесь, скорее всего, проиграем. Да. Слушайте, сложнота-то какая, а? Я не думал, что так все будет. Понятное дело, что поражение. Ладно, продолжить. Слушайте, давайте глянем. Может быть, что-то можем мы покрепче одеть. Ну, извините, разбирают как вату просто-напросто. И меня это вообще не устраивает. Тем более тут... Ну, что-то там ожидание от сервера. Так, дай-ка вот сюда зайду. Милашка-целитель. Задание. Собрать. Хочу собрать, конечно же. Так, светлая компания Герои 2. Могу кого-то, ребята, укрепить или усилить? Давай посмотрим, что мы можем здесь сделать. Мы можем его тренировать. Как же нам вот улучшить саму вот эти вот... Ах, вот, ну что. Нужны кубы, ребята. Кубы способностей. Интересно, а где их брать? Такой вопрос тут у меня просто-напросто. Где брать кубы? Оу! Тонеда становится у меня 12 уровня. Хоу! Это ж круто. А что вот сюда ему надо? Найти где-нибудь... Можем найти? Можем, ребята, вот здесь, например. Светлая компания. Можно использовать только Героя Света. Но это я понял. А я могу это... Нет, ребята. Хотел, знаете что, на ускоренном пробежаться, но, видимо, нет. Дым и копоть. А, так это получается у нас, ребята... Миссия за светлых, где мы с вами и пали. Ох, 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 ох. Ну что же. Давайте пробовать, ребята. Ага. Сейчас уже хорошо пошло. Возможно... Вот если мы, ребята, вот этого чувачка хотя бы на пару раундов притормозим, то, может быть, еще есть у нас какой-то шанс. Так, ладно. Бомбят, конечно, не очень здорово. Очень здорово. Тут... Ничего не могу сказать. Давай вот так попробуем. Есть. Одного хотя бы снесли. Поставим таунта. И давай вот этого вот. Отлично. Так, атакуют. Сейчас этот хонорик проснется и звездонет. Причем звездонет очень... Ну мы, знаете, что вот так вот сделаем? Мы ему хотя бы... Вот, понизим. Ну-ка, на кого? Почему только на передний и на задний ряд ставят? Не пойму вот этого, ребят. Погнали. Сейчас. Ох, как хорошо он звездонул-то, а. Чудесно просто. Да успокойся ты, пожалуйста. Да ёпарс это, а. Слушайте, когда у меня будет откат, если у меня доживет Тонеда, мы с вами сделаем потом суперудар. На боссе, естественно. Смотрите, сейчас мы, по-моему, в разы лучше идем. Но не забываем, что босс еще не сделал свой супер-суперудар, который у него сейчас накопится. А он накопится уже скоро. Видите, желтая полосочка внизу. Это... Хотя он уже звездонул. А, ну, видимо, да, накопилось, и он ударил. Есть! Все, ребята, остался лишь у нас демон. Так, нам тоже остался один ход. Я надеюсь, Тонеда у меня выживет. Чтобы пропечатать все-таки... Оу, вот это хорошо, ребята. Мы делаем так, что он пропускает один ход. Так. Давай. Ну. Ох, как чудненько. Это, ребятушки, чудесно. Просто мы ему прописали. И я думаю, что добивочный. Красота какая. На три звезды, ребята. Мы прошли этот уровень. Никто у нас не погиб. Ай. И вот. Я пошел вот с этой штукой сюда. Чтобы ее одеть. Ну, и, как видите, это был уровень у нас с боссом. Сейчас, естественно, я поставлю. Чтобы у меня были полностью экипированы мои бойцы. Так. Что такое? Талисман. Так, все. Я уже прошел. Мне этого не надо. И вставляем. Давайте. Повысить? Так. Повысить. Погодите секунду. Ну-ка. Ах, вот оно как здесь делается. Уровень снаряжения 2, ребята. Тонеда. Отлично. Отличненько просто, ребята. Ой, красота какая-то. Мы его повысили. Замечательно. Уровень снаряжения 2. 504 атаки у него. Да он у меня круть будет просто-напросто, ребят. Просто круть. Так. Нет, ну это мы пока не будем искать. То есть, Тонеда в данный момент у меня получается вообще супер-пупер, блин. Боец. Ну что же. А мы с вами тогда отправляемся, ребята, в светлую компанию. У нас, по идее, что-то должно открыться, да? Нет. У нас глава 10. Путь героев лежит в черную цитадель на востоке. Смогут ли спутники Роланда побороть свой страх и продолжить путь? А как вы думаете? Оу. Че, теперь вот эти вот охламоны здесь что-ли везде будут? Так, естественно, ребята, я выбрать героя никого не могу. Ну, хотя, может быть, в следующий раз нам прокачать танкулю своего, чтобы он хотя бы удар держал. Так. Мой дом сожжен. Аскола захвачен демонами. Я... Отчаяние. Плохой союзник Роланд. Взгляни на восток. Возможно, глаза людей не такие зоркие, но я вижу черный дым и отблески багрового пламени. И что? Там может гореть все, что угодно. Посмотри получше и желательно на демонов, которые торчат у тебя за спиной. Ну, опять? Опять ты? Тут уже, ребята, три раунда будет. Попробуем, ребята. Так, ну, вроде бы... Я бы не сказал, что это как босс, ребята, действует. Работает. Но, тем не менее. Обезопасимся. Пумс. Нет, ребята, этот не босс у нас. Тот бы так легко бы не упал. Ну, тем лучше для нас. Так. Ох, как мне нравится Тоннеда. А это всегда, ребята, так. Нам нравятся те герои, которые у нас прокачаны по-максимальному. Поэтому... Ну, как по-максимальному? Не по-максимальному. Я имею в виду, которые самые у нас сильные. Те всегда впадают в любимчики у нас. Так. Оу, замечательно. Так, ну что, второй раунд, ребята. Кто у нас тут? Не понял. Что он тут хочет мне рассказать? Стирателем его звать. Склонись, маг, или твои люди погибнут. По воле легата все больше демонов прибывает в Сидотель на Востоке. Тебя сметет мощь бездны. Хм, а эльф что-то путное насмотрел, пока играл в гляделки с горизонтом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что-то... Что-то путное насмотрел. Так он же эльф, елки-палки. У него... Взор, как у ястреба. Не зря они, ребята, лучшие стрелки. Так, тихо ты. Так, танкуля. Ты... Хорош предупреждаться. Ты танк или кто? Левата. Объясни мне. Ты должен их жарить, елки-палки. На. Блин, магичка, конечно, у меня эта шаманка тоже как-то вот... Пока не айсово бомбит, если честно. Так, давай-ка авто поставим, посмотрим. Так. Ага, вот так ты сделал. Ну ладно, хорошо. Ну зачем ты, блин? Вот... Иди ты в баню, авто. Я думал, блин... Вот здесь бы мне понадобилось бы... А не там. Ладно. Хорошо. Пробиваем. Слушай, ну это вата. Мы его разберем, ребят. Добивочный. Нет. Жаль, жаль. Ох. Я думал сейчас как массово бомбанет, но нет. Так, готов. Мне бы главное, чтобы выжил у меня, ребята, мой воин. Хотелось бы на три звезды пройти. Ты посмотри, они массово бьют. Давай-ка мы вот так вот сделаем. И будем его бомбить. Так, давай-ка магией. Ага, хорошо. Вот так вот. Минус один, ребята. Так, ну и последний у нас тут гаврик остался. Сейчас мы его быстренько разберем. Давай так вот. Есть. Чистая победа. Я ищу цитатель демонов, чтобы спасти жителей моего осколка. Никто из вас не обязан следовать за мной и бросать вызов легионам бездны. Но настоящий герой даже меня вдохновили на подвиги, шепчет. Пока этот герой будет отвлекать стражу цитатели, я смогу поискать украденный посох. Демон, чье обуглившееся сердце я поклялся вырвать, прячется в этой цитатели. Кодекс чести велит мне идти до конца. Путь паладина, путь доблести и сражение со злом. Роланд, ты же не думаешь, что я отпущу друга одного в логово к демонам? Ну, в общем, вы поняли, да, ребята? Дружеская солидарность. Естественно, никто не пошел на попятную. И все согласились дальше сопровождать нашего героя Роланда. Ну, очень хорошо, очень молодцы, не подвели в трудную минуту. Ну, а мы, дорогие мои друзья, будем, пожалуй, на этом с вами завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. На 24-м уровне я получу демонов. Надеюсь, вам понравилось. И вы захотите посмотреть дальше продолжение. Так что, ребята, хэштег продолжай и... Будем играть. А на этом все. Всем пока. До скорого и удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!